друзья программа дачники рада вас приветствовать мы шагнули глубоко в сентябрь но тем не менее еще нас наших огородов полученный урожай радует нас своим разнообразием и сегодня мы как раз будем говорить об этом и наверное дегустировать вместе с нашим любимым агрономом центра садоводства и юлия романовна ненголовы здравствуйте юля здравствуйте елена добрый день спасибо елена что ты согласилась на сие мероприятие на дегустацию уже последних осенних плодов но надеюсь они порадуют вкусом может где-то внешний вид уже не ахти да тут как бы ну что вкус остался вкус остался это последние уже томаты ну остатки айзала кажется знаете хорошо тем что даже с учетом того что это последние томаты это говорит о лежкости плода но мне так кажется когда кое-как кто может из этих сортов может лежать так как у нас в этом у меня году не такое большой ассортимент томатов но хочу в этом году еще напомнить о тех томатах которые покорили вкусом урожаем которые уже садили выращивали проверенные проверенные да но это не все не весь конечно ассортимент но те которую заслуженно можно отдать предпочтение отдать заслуженно первое место я вот в засолке и просто покушать на салаты я очень часто как раз у вас слышала и вижу сейчас жигало и red fox вы говорили что они очень вкусные как раз засолку хорошо это идут для засолки жигало прекрасно red fox идет прекрасно и жигало идет прекрасно на вялене вялене да сейчас как раз они очень плотные да сейчас как раз время сезон вялить томаты поэтому смело вот эти можем взять себе на заметку the red fox они внутри такие как бы они плотные семян практически не имеют одна из покупательниц приходила и говорила что она их мариновала прекрасно в маринаде я не мариновала сразу говорю а я только их вот на вялене и просто покушать у него очень десертный вкус такое немного дымные я бы сказала то red fox то вам понравится я фаршировала их то что касается жигало идеально в засолке идеально для вяленя плотная текстура но мне понравилось и очень урожайно но вот по вашему совету в этом году я выращивала жигало до ред фокса еще не дошла видимо следующем году попробую в этом году в рай выращивала жигало мне понравилось очень много много это реально очень хороший да да отдача великолепная просто с одного куста если что касается таких же длинноплотных тогда уже сразу же это дамский каприз идеален в засолке тоже плотные царское искушение это испробованные и нет не первый год как бы не только мной многими кому рекомендовала урожайность очень хорошая шикарная я бы сказала много рясные и также подойдут для вяленя для вяленя вот именно кружочками на режут толщиной там два сантиметра раскладывают вот эти суховеи то что касается длинненьких и на засолку это вот именно на засолку то что я сейчас говорю вот это гроздевой и семка 2112 тоже мной испробовано очень урожайные очень много это высокорослые томаты поэтому 7 кистей вот если мы берем гроздевой то не даром так называется до 15 небольших плодов в одной кисти было альфонс меня порадовал это 2023 год был порадовал ранее отдачей в открытом грунте урожай и очень рясный краснели прям кистями и очень много как на вкус на вкус тоже замечательные это не большие ну побольше чем черри как раз тоже для засолки но самые первые отдали урожает в открытом грунте что касается теперь крупных мясистых покушать ну и потом которые верхние будут плоды разряды биф как говорили в томаты верхние нижние у нас самые крупные потом вверх у нас уже мельчает и там уже можно использовать на засол это мишка косолапы мишка косолапы бывает разных цветов желтые бывают желтые и оранжевые и малиновые все невероятно вкусны именно плотная мякоть сахаристые вот прям сахаристые там на изломе некого нет как арбузная шальная императрица на фото показано что он округлый нет он идет именно сердцевидный это же очень такой сахаристый сладкий вкусный спаская башня ой знакомые названия спаская башня это супер урожайный томат это очень много хорошо его выращивать закрытом грунте но и в открытом грунте он также себя хорошо показал это крупный до 300 граммов первые плоды очень густые с него томатные соки то что тоже сказывается что много сахаристости в нем но и впоследствии хорошо идет на засолку на маринование ну и просто покушать красным красно красным красно это тоже из этой же серии вот семена премиум класса как мы видим спасская башня и красным красно здесь это тоже по вкусу завоевал 5 из 5 по шкале когда просто дегустация происходила среди очень сладкий очень вкусный плотные вот я бы вот их рекомендовала на засол и покушать свежем виде это сладенький там а все любят сладенькие которые хотят что если мы добавляем например в блюдо например если борщ там готовит до зажарку может быть туда даст кислотой как бы надо скиднуть кислинкой с этой это мы поговорили о крупных мясистых томатах но вот и вспомним черри от юрия который покорил уже не одно сердце садоводов огородников уже на протяжении 5-7 лет вот я рекомендую люди берут и потом приходят году выращивала вот эти грозди тоже гирляндами висели много много и то что удивительно как бы вот эти черри может не удивительно они лежат они лежки они вот в январе месяце у меня еще прохладных условиях лежали можно было употреблять их в пище но и также не уступает по урожайности и по сладости это инкоблат ты их еще не в этом году я их выращивала я же тоже яшка к вы теперь заразилась вот этим и ставлю эксперименты на своем участке выращивала инкоблат могу честно сказать вот я в них влюбилась правда или романова спасибо вам за рекомендацию я и говорила что люблю черри но с той отдачи с которым это не до сих пор у меня еще лежат не хранятся они хранят ребенок они не портятся во вкусовых своих качествах а на кусту это просто вот увешано было все партнер семка это пойдет у нас к таким томатам который очень много с одного квадратного метра мы можем собрать 35-37 килограмм это очень урожайный вот их а и хорошо также для защищенного грунта для теплиц использовать детерминат и это высокорослые скоро высокорослые да и очень плотные качественные прям по вкусу лежат малышки и могут там месяц-два полежать но советую вот я их тоже выращивала мне не понравились это то что было в прошлых годах но это не весь ассортимент она же тут новинки в 2025 юлира не готовься к тому что эксперименты продолжаются в 2025 году также новые томаты будут вот томаты вот которые представлены вот смотрите черная магия бычье сердце гигант и воловье сердце это предоставил человек елена журавель из райкова вот такие томаты можешь показать и разрезать мне жалко резать они же такие прям большие вот это вот мы для этого выращиваем это вот воловья смотрите они получаются вот одни сердцевидные да а второе должно быть тоже сердцевидное должно быть ну видимо разъехалась вширь вширь бывает другим таким стало давайте попробуем бычье сердце гигант мы все должно все что есть начнем с него я понимаю но начнем с него хорошо надо разрезать по ну что посмотрел камеру семенные камеры моем мясом мне кажется мясо прям крупный мясистый о смотрите какая красота прям вообще аромат надо чтобы аромат еще присутствовал томатный прям пахнет томатом значит надо тебе срез прям сильно пахнет томатом плотный смотрите сколько мяса как я называю очень плотные вот эти вообще суперские вот эти все крупноплодные да они как раз идут у нас но на эти свежем виде покушать заготовки навряд ли это только пюре делает томатная там может быть с кислинкой с кислинкой но ты вы заметили здесь зеленые плечики у этого томата вот они они зеленые плечики это бывает такое происходит если присущи сорта вот таким крупноплодным сортам недозревая но это есть особенность у них такая либо когда вот как в этом году очень было много солнца вот такое образуется нехватка еще калийных удобрений также может не дозревает не дозревает эта особенность вот такие есть зелеными плечиками особенно бывают крупные такие томаты калия нехватка либо много солнца либо недостаток солнца свои тут тоже особенно я вот выращивала в этом году черную магию и судя по картинке на которой я просто думала так сорт посадила же так сорт пошла смотреть какие посадила поняла они же начали синить все на зеленом начали синить беру картинку сравниваю думаю черная магия выглядят ровно так же но я думала что они будут все черные они постепенно приобретают темный вот они плечики получали плечики потом дальше идет свет должен вообще поправил по правилам как бы вот этой окраски вот этой черной магии он приобретет у тебя он еще может не дозрел ровно такие же вот как здесь тоже можем заметить очень много семенных вот этих камер но они плотные сами по себе вот на вкус я думаю что они очень аромат на матом пахнет часто посмотрим как на вкус с кислинкой но кислинка отличается от бычьего сердца свой совсем другой вкус у него у каждого томата каждого у каждого у каждого свой вкус ну давай попробуем вот у индина вот этот вот да они уже все подпали тут кое-где чего потрескались но здесь тоже вот смотрим они за ней очень месистые да осень у него совсем другой за и он очень сладкий был по крайней мере в летний период когда я кушала вот густа срывала это невероятная сладость была сладкий томат очень сладкий очень сладкий томат так он дина запомнили сладкий плотные плорочные и сладкие вот это вот присущие кислинки которая была на этого я не чувствую вообще другое так следующий тогда мы будем пробовать чтобы понять это мамин любимый это много я называла гофрированные потому что смотрите тоже одно мясо но они вот такие как хинкали я бы сказала форму имеют вот такие вот они вот еще впереди вот этот вот ну интересная форма раньше так был такой томат ред пуэр сейчас его в продаже почему-то нету ну вот появился мамин любимый тоже плотный но он начинает зеленоватый как ты думаешь что-то я смотрю или у него плотная шкурка вот первое что я почувствовала но может быть он правда чуть-чуть не дошел еще что лежит может быть это как раз влияние того солнца которое у нас было да ну солнце на все на солнце у меня росли это все открытого грунта все томаты открытого грунта ну и как по вкусу по вкусу не такой сладкий как ундина ундина гораздо слаще но могу сказать что прям с характерная кислинкой томат на кислинка есть но и сладость есть у него вот помидор ранний гигант в этом году у нас было его очень много о вот такой насыщенный семенами сочный сочный да потому что прям сок сразу потек вкусный вкусный да и вот он самый тоже ранний также начал подоносить но так как в теплице он был по еще выращен и в открытом грунте жрица а жрица наслышанная жрица жрица но вот это уже последние тут томаты во все мясные томаты имеют очень много вот таких вот семейных и много мяса у них они как бы вот если мы у них меленькие семена я смотрю по краю да ну больше здесь содержится не семян не воды а мясо все таки из пробы помидорного мяса помидорного да ну давай жрица с кислинкой с кислинкой я люблю послаще но ты запоминаешь да конечно я почтение ну и теперь моя любимая карнабель не только моя любимая уже оказывает кажется любят многие потому что очень часто я знаю что прямо гоняются за ними мы сейчас посмотрим что здесь здесь у нас две дали три тут семенных камеры раз две мобилье поэтому такие томаты как правило идут на засолку но они также очень плотные так как видим плотный вот перекарпи вот эту стенку с них тоже очень густые томатные соки и кетчуп не надо варить часами из тех что я пробовала еще не было похожего вкуса с карнабали но они все томаты они все у всех уникальный вкус не только вот эти все семенные камеры но и уникальный аромат и вкус как я всегда говорю но пахнет совсем по другому каю каждого присущи тут то особенности томатов это не просто томат на голове мы еще не порезали или оставил такой большой мы прям сердце сейчас разрежем но мы должны показать ну конечно как это вот эти очень крупные это сортовые идут а тут какой уникальный рисунок очень интересный ну здесь бы я сказала одну тысячи часа гротехника наружу здесь да я бы здесь калийные удобрения тут либо переизбыток либо наоборот недобор потому что калий беленьких жилах но сейчас нужно разрезать тебе попробовать но пахнет помидором жестковатый жестковатый но это значит тут в агротехнике проблема калий вкус такой знаете но я бы вообще поставил наверное по месли по пятибалльной шкале то двоечку может быть это из-за того что как раз ну конечно на агротехника нарушена на вкусовые качества влияет это мой тоже люб полюбившийся кто это у нас это окс десерт а я слышала это самый был для меня вот сладкий как у индий на окс десерт их у меня тройка от как бы любимых тут которые созрели в открытом грунте рано это был как раз он красивый внутри какой месистый аромат тут тоже у него пахнет очень вкусно будет вкусен как или в летний период друзья правда очень вкусно это вот окс десерт ундина и манго джанго это уже последние верхние кисти со вкусом манго будет о какой как солнышко яркое смотрите красавец в разрезе пахнет ну сочники судя по тому как побежал сок сочники они уже переспевают просто тут я пошла я пошла за два тарелку хорошо очень вкусно данного то что мне чувствуется что желтый цвет и всегда говорите что сахару больше вообще вот сахару действительно больше по сравнению с тем что пробовали тут прям сахару больше вот то что мне не понравилось на вот этих томатах решилики на ранний гигант но такие были трещины да вот если можно заметить нужно было вовремя конечно собирать все всегда своевременно собираем это получается уже передержали на передержала на кусту и вот эти жаркие погодные условия суховей как бы есть подверженные томаты вот именно таким трещинам но вот это очень вкусная цыпочка кисти идеальные там сто пятьсот как я говорю висит и бы она у меня была сильно подвержена вершиной гнили внутри помощь как вот на черри вот на разрезаешь на разрезе я имею ввиду он такой как же желейка такой весь но придавая чипочка познакомимся как ты у нас не могу сказать что мне вкусно честно говоря ну потому что нас кислинкой вот ну мясистость присутствует но и сока в них можно много сока ну вот их на засолку как раз вот тоже можно как раз сочные мариновать мариновать да в баночку сейчас перейдем к серии хай-тек конфета и redetta это реально по шкале брикс занимают брикс шкала не смотреть сахар 9 из 10 вот конфета и redetta сверху донизу все увешано это очень многое любой бери разрезай вот они ребристы как вот если вот они хорошо видно что действительно они похожи на перчик на перчики миниатюре и они очень сладкие разрезай дебюстируем такие глянцевые красивые и спеют что какие удивительно спеют например отлично вот это сложная кисть и она начинает как беспеет спеет 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 конфеты они тоже по-другому что я бы я бронирую пачку семян оставьте мне в виду заберу на будущий год хорошо очень сладкий для любителей как я послаще простите что разговариваю когда еще жую но это прям не знаю очень вкусно вершина восторга сегодня у меня вот этот сорт но это еще конфета не попробовала из огненьки на разрез да и совсем по-другому как бы даже выглядит чем вкус другой отличается но сладко сладкий я говорю это серия хай-тек я бы поставила 10 из 10 по сладость вот обоим кистям кто у нас тут редетто и конфетто 10 10 однозначно но вкусно правда но сейчас мы перейдем еще и к черри который вырастила елена у нас это делилась своими образцами опытными не всеми конечно ну что осталось или романовна что сохранил выращивала лена рассказывать томат финик только он был как финик желтого желтый вот насыщенного даже не желтого я бы сказала он когда вот зреет он меняет свои стадии вот я принесла захватила специально разные вот зелененького он уходит в желтый цвет затем этот цвет желтый становится насыщеннее и когда уже полная спелость он становится вот таким оранжевым чудо чудное я выращивала нереально сладкий много и вот этот желтый само совершено название да томат финик супер сладкого типа давайте посмотрим что внутри ну раз финик должен же быть желтого такого оранжевого цвета на это же очень очень такой плотненький и мой любименький теперь стал еще хохлома тоже хохлома мне нравится выращиваю не первый год тоже лежит очень долго хранится очень долго ну да она лёжка это лёжка лёжка и я ее вялю и я и еще сушу ну прям сушу ну да да и потом перед перед в блендере да 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 все перетираю получается такой порошок очень здорово мне нравится добавлять в супы такие как борщ и зима когда потому что аромат своего домашнего помидора это не сравнивать конечно с того что можно пойти купить в магазине вот такой вот как черек на разрезе ну да плотный очень как раз пойдет а ты вот я лишь его разрезая кружочками или роман так кружочками чтобы в баночку было проще сложить если мы говорим обе в томатах очень понравилась в дина юлия романовна мне по размеру очень подходит подходит допустим он дина и по вкусу очень запомнилась у дина сладостью него больше чем большие томаты которые идут с кислинка да да вот мне понравился укс десерт который вот вы высаживали рекомендовали действительно вкусно действительно хорошо запомнила себе буду пробовать тоже его выращиваем правда очень вкусный и что рано поспел в открытом грунте июль месяц на дворе был хотя высаживала я поздно томаты потому что вспомним лето у нас было сначала жарким а потом наступили холода но я высаживаю как всегда этой после 10 июня и мне понравился еще на ранний гигант если мы берем педестал я бы поставил на первое место укс десерт на вторую дину и на 3 ранний гигант манга джанга значит не зашел манга джанга ну я бы наверно тогда разделила третье место на двоих манга джанга тоже очень вкусно мне понравился но как любителю сахаристости если у нас есть исконные классики которые именно ценят в помидоре кислинку то оставьте манга джанга мне про черри говорить вообще ничего юлия романовна потому что однозначно я буду пробовать конфеты выращивать и радета буду выращивать очень сладкие сорта очень вкусные ну надеюсь и лена у тебя в твоей записной книжки на следующий год появится не один сорт я думаю ты будешь пробовать на следующий год обязательно будем садить высаживать сеять новые сорта у меня скоро будет опытное поле юлия романова обязательно это обязательно надо и также не забывайте не забывайте о тех вот о котором мы в начале программы говорили это уже испробовано испробовано не только мной а многими покупать но еще еленой да и мной не айди не единожды год я уверена юлия романова что не только в моей копилочки новых сортов прибавится но и у наших дорогих телезрителей тоже появятся новые любимцы ну или по крайней мере откроете в себе желание попробовать что-то свеженькое сортов было вкусно было интересно хочу верить то что в будущем урожаем вы будете также щедро делиться и будем пробовать уже новые сорта помидор конечно а я обращаюсь к вам уважаемые дачники с просьбой когда у нас август конец августа на дворе приходите приносите свой урожай в небольших количествах от нас непосредственно центра садоводства будет вам подарок приносите приходите будем пробовать и ваши сорта будем о них говорить быть может у вас будет даже что самим рассказать поделиться и с юлией романовой как выращивали как добились такого успеха не знаю может быть вы вырастите помидор гигант который затмит даже чемпиона из минусинска согласна поэтому друзья подарки с нас с вас уже ваш урожай да будьте героями программы передачи дачники спасибо вам большое или романова спасибо дорогие друзья что были вместе с нами увидимся в новом выпуске программы дачники до свидания спасибо вам до свидания спасибо спасибо